Доедая с маслом булку, братья шли по переулку, вдруг на них из-за каулка пёс большой залавил булка. Сказал младший вот напасть. Хочет он на нас напасть, чтобы в пасть нам не попасть, потому что мы кинем булку в пасть. Всё закончилось прекрасно, братьям сразу стало ясно, что на каждую прогулку надо брать с собой булку. Мы на тебя огромную мохнатку наденем. Картинка. Красивая будет, да. Я не знаю, я не уверен. Ну, в принципе, всё, что мы делаем, я в этом не уверен, поэтому... Как-то потом слепим. Из говная палок, да, это называется MVP. Минимум viable product. У нас это каждый раз. Но зато у нас пикеры классные. Слушай, ничего, что мы без адвоката общаемся? Да, без проблем. Вкратце напомню ситуацию для тех, кто всё пропустил. В феврале этого года Фёдор Овчинникова вызвали на допрос в связи с найденными закладками наркотиков в туалете одной из пиццерий Dodo Pizza. Дело получило широкий общественный резонанс, и его быстро замяли, назвав недоразумением. Но в мае всё повторилось, и дело о закладках получило новый виток. Я решил поговорить с Фёдором об этом, а также о выходе Dodo Pizza на украинский рынок, о стартовавшей федеральной рекламной кампании, и сделал для вас небольшую экскурсию по офису Dodo в Москве. Это French TV. Подписывайтесь на канал, и приятного просмотра. Ты приверженец открытости в компании. В Фейсбуке писал, что вы ещё более открытыми становитесь. Вы запустили недавно сайт на английском языке, где можно смотреть в реальном времени цифры. Как ты думаешь, то, что происходит сейчас у тебя, не было ли предпосылками к этому как раз открытость? Никто не позарился на цифры, которые в свободном доступе можно видеть? Конечно, открытость была предпосылкой. Открытость создала интерес к бизнесу как позитивный, так и, наверное, негативный. И позитивного, конечно, гораздо больше, но, наверное, опять же, это привлекло внимание, в том числе и негативные такие цифры. То есть, компаний много, кто-то не показывает. Бывает такое, что бац, и там Forbes обнаружил миллиардера, потому что он скрывался до этого. Ну, а мы-то всегда на виду, и это огромный плюс, это огромное преимущество, реклама, маркетинг. Но это имеет какие-то вот последствия. Один из последних постов читал, чувствовалось там прям какое-то разочарование у тебя, да? Ты, наверное, на эмоциях его писал, что ты вот стараешься быть открытым, и тут вот наша система пытается свои корявые руки туда влезть. А вообще не разочаровался в подходе? То есть это поменяло что-то у тебя? Да нет, это ничего не поменяло. Не разочаровался, наоборот. Скажем, если бы мы сейчас не были открытыми, было бы гораздо сложнее. Пост последний действительно был такой эмоциональный. Почему? Потому что была немножко такая обида, разочарование, что я никогда не идеализировал нашу страну. Я понимаю, что там нельзя за 20 лет там скакнуть в какой-то цивилизованный капитализм. Есть некие там неизбежные там время, процессы. То есть, как говорил Баффетт, 9 женщин не родят за месяц. То есть есть то, что требует времени. Но у меня просто было такое разочарование, что я... Наша компания, она своим примером всегда показывала, что в России можно делать открытый, честный бизнес, строить международную компанию, создавать цифровую экономику. Потому что мы прям как раз пример цифровой экономики. Государство, с одной стороны, вроде продвигает предпринимательство, заинтересованное в развитии бизнеса российского. И тут раз и сливаются вообще все вот эти усилия, которые были потрачены на продвижение предпринимательства каким-то там действием непонятных людей, прокуратуры и так далее. Вот эти непонятные люди, ты уже обратился к ним в последнем из постов напрямую. Я знаю, что вы меня читаете. То есть тебе уже известны конкретные персонажи? Или ты не можешь о них говорить? Или тебе неизвестны они вообще, даже нет представления никакого? Смотри, у нас есть версии, но... Ты понимаешь, даже если бы я... Ну, как бы они были очень очевидны, я бы не мог о них говорить. Ну, что я же не следователь, чтобы кого-то там обвинять. Ну, сто процентов, что это все большая провокация против нас. Конкуренты? Да не, конкуренты это как раз самая малоочевидная версия. У нас не тот рынок, мы же не... Какой-то узкий рынок, там, нефтяные компании какие-нибудь там, да, там, не знаю. Тут огромный рынок розничный. Допустим, если нам станет плохо, это не будет хорошо конкурентам. Конкуренты будут хорошо, если они будут хорошо работать. Это очень такой живой подвижный рынок. Завтра мы не будем на рынке, завтра придет тот-то другой. Ты же не будешь всех там, как бы, выносить. Ну, понятно. Какая-то более очевидная версия, что это государство? Зачем повокацию? Нет, это не государство. Я не буду комментировать версии, потому что я не могу... Я же, опять же, говорю, там, мне не следователь, чтобы делать какие-то версии. Тебе за это время поступали какие-то предложения урегулировать вопрос? Нет, прямых предложений не поступали. Если поступили, я бы... Не писал об этом? Конечно. Мы открыты на 100%. Ребят, мы находимся в офисе Dodo в Москве. Рядом со мной прекрасный молодой человек. Зовут его Андрей Петелин, директор по фанчайзгу. Или тебя повысили? Ну, пока не повысили. Пока не повысили, извини. Он сейчас нам покажет офис Dodo. И начнем мы с самого, мне кажется, интересного. Это с кухни, которая полностью повторяет то, что происходит в ресторанах Dodo по всей стране. Я так понимаю, не только. Да, именно так. Пойдем. Здесь у нас полная имитация кухни. Здесь у нас стоят такие же печи, такое же оборудование. Все как в реальных пиццериях. Почему это важно, чтобы такое же оборудование было? Потому что именно, ну, когда мы что-то экспериментируем, проводим тесты, важно, чтобы продукт был точно такой же, как он будет в пиццерии. Мы здесь сюда приглашаем поставщиков. Например, мы там, не знаю, хотим улучшить какой-то рецепт. Мы говорим о том, что вот нам нужна там такая-то ветчина. Поставщик привозит эту ветчину, мы ее пробуем, вкладем прям в реальный рецепт, запекаем, смотрим, что получилось, смотрим, как это будет выглядеть на пицце, какой вкус. Что самое главное, это мы тестируем на сотрудниках, то есть выносим им. А там у нас дальше находится комната, где фотостудия, там, где как раз еще фотографируют. Тут очень важно, что вот фотографии на сайте, это прям реальные фотографии из реальных ингредиентов, с которых готовится пицца. Да, я знаю то, что вы не используете фотошоп для того, чтобы там положить лишнюю там оливочку или кусочек мяса или грибочка. То есть все вот как оно есть, так и фотографируется. И это круто на самом деле. Да, сначала было много фотошопа, ну, если отмотать там историю на 3-4 года назад. Мы потом, у нас был вариант либо начинать сотрудничать с каким-то фуд-стилистами, да, там, какими-то агентствами и так далее. Но потом в один момент мы поняли, что нам лучше развивать эту компетенцию внутри. Фотографий еще будет много. Компания закрываться не планируется. И лучше иметь это инхаус. То есть компания развивается только благодаря решению о том, что фотографировать будем сами? Именно так, да. И потом, да, после меня пришло понимание, что естественные продукты и естественный свет, например, что не освещение какое-то, а вот, допустим, прямой солнечный свет, это самая классная фотография. Ну, я, может, собрал немного, но примерно так. Очень много собрал. Давай покажем сам офис, он состоит из трех этажей. Хотя, почему я рассказываю, я здесь впервые. Ну да, здесь, соответственно, три этажа. Здесь у нас, что важно, что все переговорки – это конкретные города, где открыта наша пицерия. И то есть мы говорим, где встречаемся? Встречаемся в Сыктывкаре. Это значит, что на третий этаж идем. Самая крутая переговорка. Класс. Дань, как говорится, что это? Дань уважения. Дань Родине. Родине, да. Здесь же, я так понимаю, все из Сыктывкара. Практически. Нет, нет, нет. Я бы сказал даже процентов 20. А легко было тебе, ты же из Сыктывкара, да? Тебе легко было переезжать сюда? Я до этого общался, извиняю, это я тут самый ведущий, который задает вопросы, продолжает рассказать о своем. А Наталья есть? Наталья с помощницей Федором общалась, она тоже из Сыктывкара. И она сказала, что я как там добиралась 20 минут до работы, так и здесь. Люди все те же меня окружают, что и в Сыктывкаре. То есть для нее это не было таким большим изменением, как это у тебя? У тебя же семья, да? Да, у меня семья, но на самом деле, я вот всем рассказываю эту историю. Я когда работал в Сыктывкаре, к нам приезжали люди из Москвы. Они говорят, ну типа, вот как вы в Сыктывкаре? Я говорю, да я вообще не понимаю, как в этом своем Москве. Типа пробки там, не знаю, по два часа тратиться на дорогу. В чем фишка? Мы здесь сконцентрированы и так далее. Когда я переехал сюда, я просто вспомнил себя того и думаю, как я смешно выглядел. Потому что реально здесь все-таки больше динамики, больше жизни. Несмотря на эти пробки, но очень страшно. С этим можно жить. Ты недавно выступал на Амакомфе перед 20 тысячами человек. Сложно было? Да вообще без разницы, на самом деле. Ты выходишь на сцену, и там просто маленькие точки в виде лиц людей. Как бы 25-20 тысяч, 15 тысяч. Это большой разницы нет. Я причем, наверное, волновался всегда больше на первых выступлениях, когда выступал перед пятью сотрудниками, чем перед 25 тысячами. Легче выступать перед такой огромной толпой, чем сидеть на допросе у следователя? Знаешь, как бы я скажу так, что, может быть, я тут покажу некую свою слабую сторону, но когда тебе задают какие-то сюрреалистические вопросы, то это немножко выбивает из колеи. Ну, пример какой-нибудь. Ну, там, допустим, спрашивают, вы действительно наркокартель сделали? То есть, ты просто думаешь, ну, как вообще следовать? Ну, это же такая технология. Может, не, ну, это технология, но она реально выбивает из колеи. Но ты потом привыкаешь, ты привыкаешь выступать на сцене, ты привыкаешь отвечать на вопросы следователя. Как говорится, что не убьет сделать сильнее, или как один мой знакомый сказал по-русски, не буду повторять там, а мы крепчаем, там вот так, а мы крепчаем. Ты используешь на допросах свою же технологию, которую ты расписал, когда тебе неприятен человек, ты к нему стараешься внутренне относиться как к ребенку, и тебе становится смешно, и вся ситуация для тебя становится более, что ли, комфортной? Да, я как раз написал в этот момент. Да, это было связано как раз с этим, да? Ну, это связано с тем, что, не знаю, мне повезло, я стараюсь как-то внутренне найти в людях хорошее. И это помогает в бизнесе, потому что ты, ну, моя основная задача – это интеграция людей. В компании у нас очень много людей, партнеров, и вот надо всех соединить, интегрировать, и нужно для этого любить людей и видеть в них хорошее. И как бы вот когда ты видишь в любом человеке, что он был когда-то маленьким ребенком, неважно каким он засранцем вырос, ты понимаешь, что все мы одинаковые, мы все пришли из одного места, да, и в одно место уйдем. Предприниматель должен быть позитивно мыслящим, потому что постоянно что-то происходит, там, следствие, есть такие дела – это просто же часть бизнеса, там, ну, как бы, это ненужная часть бизнеса, но в плане того, что постоянно что-то происходит, и если ты позитивно, в принципе, везде видишь что-то хорошее, даже если что-то плохое, ты говоришь, ну, значит, это нас делать сильнее, то это же лучше, чем если бы ты подал депрессию и, как бы, этот… Поэтому эта механика помогает, как бы, увидеть в людях хорошее. В компании после всей этой истории что-то поменялось? Я имею в виду, проводили какие-то сейчас специальные тренинги, в том числе, например, для уборщиц проверять, что там под бачками унитазов? Сразу же, как только у нас был этот кейс, мы приняли очень много решений, мер, то есть мы напичкали видеокамерами вообще все пиццерии. У нас на самом деле сейчас… То есть даже в туалетах в ДОДО теперь? Нет, в туалетах нет, но мы в туалетах заблокировали все дырки, куда можно что-то засунуть. Ну, вообще, я тебе скажу следующее, что мне эксперты-криминалисты, которые работали в органах, сказали, что ни один здравомыслящий наркоторговец никогда не будет закладывать в публичное место, там, где есть камеры, ну, заход в туалет тоже снимается же, какие-то большие закладки. Да нет, вообще закладки делать. Почему? Потому что куча других мест, где это можно сделать. Ну, город огромный, там, не знаю, огромные подъезды там и так далее. И два раза в одно и то же место, и тем более такие крупные партии, ты знаешь, это же оптовики фактически. То есть, мы там нашли, там вот кирпич такой, как бы. Ну, то есть, там много. То есть, этот наркотик, на самом деле, недорогой, как сказали, но он объемный. То есть, статья получается серьезная, но себестоимость, она не такая большая. То есть, как бы, вроде... То есть, клевая тема для провокации. Ну, да. У нас кейс был недавно на украинском рынке, может, ты слышал, новая почта. К ним тоже пришли с обысками, и они это смогли, ситуацию решили в несколько дней, за счет как раз публичности. Они быстро начали писать в фейсбуке и в другие социальные сети. И понимать, что сила общественного мнения в наших странах, она разная. Все-таки в России она сейчас не играет такую роль, как у вас. Все равно публичность это оружие. Оружие, оружие. Но, опять же, есть публичность в интернете, а есть телевизор. Есть огромная аудитория, которая только смотрит телевизор. И то, что в телевизоре она услышит, то она считает реальностью. Федор, когда ты на наш супер защищенный и безопасный рынок планируешь выйти? Мы не отказались от наших планов. И смещение, скажем, наших сроков проекта, оно связано совершенно не с политическими причинами, а с тем, что мы внутренне сами посмотрели на свои ресурсы, не были готовы. Потому что мы слишком быстро растем, мы разрываемся, нужно давать качество партнерам. Мы поняли, что если мы сейчас еще возьмем большую страну, требующую серьезного внимания, поддержки, то мы просто начнем влажать в качестве. Поэтому мы перенесли немножко запуск. Я думаю, что осенью мы начнем проект. То есть с 2018 года? Да. Что у нас здесь? Здесь лежат книги. Додо книга, так называемая. Вы про нее ничего не знаете? Вообще ничего не знаем. Ни разу у нас ее нет. Вот это очень крутая книга. Здесь описаны все наши принципы, написаны в кратких историях. Ну, о том, допустим, в одной из пиццерий было найдено, не знаю, 20 килограмм пепперони. Она была просрочена на один день. Это которая под бочком унитаза была найдена 20 килограмм? Да, да, да. Там именно. И, соответственно, фишка в том, что вот она выглядела вообще как очень нормальная колбаса, да? Но самый важный принцип, что мы никогда не идем на компромисс. Просрочно на один день, значит, берем все 20 килограмм и унитаз. Из-под унитаза достаем унитаз. Хорошо, что рядом есть Москва-река. Да, примерно так. Вот здесь, по сути, все вот в таких историях описаны наши принципы. Мы это даем нашим новым сотрудникам, партнерам и всем вообще, и даже дарим новым клиентам, чтобы они просто понимали, что когда они заказывают эту пиццу, это не просто какая-то там пицца. Эта пицца сделана вот на этих принципах. Очень правильно. Буквально в каждой пицце есть кусочек странички из этой книги. Вот это классная карта всего мира. Мы по ней изучаем географию. И, значит, вот здесь вот... Очень удобно изучать географию по этой карте, где даже странно не подписаны. Ну да, ты должен сам додумывать. Здесь скоро будет третья точка в США. Вот там у нас есть Китай, например. Тут у нас есть, видите, в Европе. Это уже в Великобритании, да, соответственно. Вот поэтому... А здесь счетчик пиццерии. Вот сейчас у нас прям ровная цифра. Мы не подгадывали. Прям сегодня 333 пиццерии на текущий момент. Когда у нас открывается новая пиццерия, по громкоговорителю на весь офис включается какой-нибудь музон. А потом говорится новая пиццерия в Москве, например. И мы все аплодируем, там вау, кричим, салюты запускаем и так далее. В общем, это очень классное объединение. Да, это вот детские фотографии сотрудников. Это просто фан, посмеяться. Вот это я. Тут очень смешно. Да. Мы всегда подходим и просто смеемся и смеемся и не можем остановиться. Ну это как сейчас примерно, да? Типа того, да. Это Алиса в стране чудес. То есть вообще офис оформлен в стиле Алиса в стране чудес. Это вот сумасшедшие дизайнеры. Мы привезли вам в подарок, конечно. Круто сюда повесим сейчас. Все. И вот здесь вот Алиса на разных языках, по разным персткам и так далее. Это наша Dodo-кухня. Здесь у нас сотрудники могут пообедать. Здесь у них есть холодильник, есть соковыжималка, свежий апельсиновый сок каждое утро стабильно. Бесплатный кофе. Там еще появились мюсли. Недавно украли эту идею у компании Sky Inc. У них это тоже там реализовано. Ходил к ним на экскурсию. Значит, здесь вот мебель, которая используется в реальных пиццериях. То есть чтобы мы ее сразу и одновременно тестировали. Здесь на холодильнике мы пишем любовные записки различные. Ну как это в реальной семье происходит. А вот этот телевизор, это окно Сыктывкар. Значит, всегда сюда можно подойти и прям поговорить с Сыктывкаром. Иногда мы очень скучаем друг по другу. А вот этот телемост, он позволяет вот так вот ощущать, что как будто мы рядом. Вот здесь на этой стене это структура компании. То есть здесь прям реально фотографии. Можно там найти любого сотрудника. Если ты забыл, как его зовут, ты можешь посмотреть, как его зовут и к какой команде он относится. У меня только один вопрос. Почему Dodo такая технологически развитая компания и до сих пор использует бумагу? Почему все не увешать здесь в экологичных экранах? Скажем, если бы здесь был айтишник, какой-нибудь agile коуч, он бы сказал, Роман, ты ничего не понимаешь, потому что то, что не написано на бумаге и не наклеены стене не существует. Это вот визуализация, она очень важна и поэтому мы портим лес. Я с ним мало чего понимаю, поэтому глупые вопросы задаю в основном в интервью. Именно так. Это правда. Так, а кто изучал у вас английский язык? Это по китайским учебникам? Смотри, это work in progress. Человек необразованный. Это его лишний раз подтвердил это. Так, надо больше книг читать, друзья, видимо. Именно так. Как вы знаете, Doda Pizza это франшиза, а кто отвечает у нас за разработку франшиз, это мы те самые ребята, которые придумали French CV и уже 15 лет занимаемся упаковкой, разработкой и продвижением франшиз. Поэтому, если у вас есть бизнес, который давно пора уже упаковать его франшизу, срочно качайте нашу презентацию вот здесь. Плюс будет ссылочка в описании. Ну вот и все. Давайте смотреть интервью. В интервью, которое мы делали с тобой полугода назад, ты рассказывал о кейсе в Узбекистане, где вы открыли сначала не в столице. Вы в августе планируете открытие в Ташкенте. А в Фергане пиццерия продолжит работать? Конечно, продолжит. Мы, возможно, поменяем ее локацию. Там не самая удачная локация. Там трафик низкий очень. Но пиццерия работает, ее знают. У нас был случай, что там однажды наш директор по франчайзингу уехал по Москве на машине. А у него написано. Да, у него, Андрей, у него написано Doda Pizza на заднем стекле. И к нему на заправке подбегает заправщик из Узбекистана и говорит, о, Doda Pizza, так это же у нас в Узбекистане. Я говорю, а что вы здесь делаете в Москве? Хотелось бы поговорить еще о федеральной рекламе. Как оцениваешь результаты? Потому что даже судя по тому графику, который мы видели на этом сайте Doda Pizza Story, там падение в апреле. Хотя должно было быть наоборот. Да, в апреле падение сезонное. Надо понимать, что рекламная кампания начинается с 16 апреля. На самом деле результаты, они впечатляющие, скажу так. Они превосходят наши ожидания. Телевизор работает. И я сам не смотрю телевизор, но я два раза видел нашу рекламу. 100 миллионов было потрачено на федеральную рекламу. Если представить, что этот же бюджет был бы израсходован, например, на интернет. Или, не знаю, на блогеров. Короче, вот этот сегмент. Для чего вам телевизор, если никто его не смотрит? Проблема в том, что 100 миллионов рублей на блогеров потратить иногда невозможно. Просто потому, что нет столько блогеров, нет столько аудитории. Сила телека еще в том, что эти инструменты канала созданы десятилетиями на очень высоком уровне. И масштабирование усилий огромное. Что такое блогер? Хороший блогер – это 6 миллионов просмотров. Ну, а реклама телевидения, когда ты маленькие ролики нарезал и замиксовал это в разных каналах, они это дают гораздо быстрее, эффективнее, больше охват. То есть, телевизор на данный момент еще остается самым эффективным инструментом с точки зрения стоимости контакта. И мы увеличили продажи, мы увеличили узнаваемость. Потому, что мы даже смотрим сейчас запросы в Яндексе, то Дудо пиццы уже там практически 600 тысяч в месяц. А просто доставка пиццы – это там, ну, типа, 370 тысяч. Мы уже практически в 2 раза обгоняем доставку пиццы. Раньше это было там, ну, буквально там, не знаю, 5 тысяч запросов в месяц. Папа Джонс уже обогнали? Да давно уже. Нет, у Папа Джонс где-то, типа, 250 тысяч запросов в месяц, а у нас уже 570 тысяч. То есть, вы сейчас самая запрашиваемая пиццерия в интернете? Да, да, да. Мы обгоняем конкурентов всех в 2 раза. То есть, доминос там 100 тысяч с чем-то. Что сейчас происходит на рынке пиццы в связи с этим? Уже что-то происходит? Да нет, просто есть длинная позиционная игра. Тут нельзя взять там и за месяц что-то изменить. Пиццерии же открываются, ну, там, строятся и развиваются годами. Будем смотреть дальше. Нас сложно будет догнать. Почему? Потому что, когда сеть уже большая и там много партнеров, начинается такое инерционное развитие инерционное. То есть, у тебя, когда 200 партнеров, они открывают за год каждый, допустим, по пиццерии, у тебя плюс 200 пиццерий. А когда у тебя там мало партнеров, а наши конкуренты в основном не франчайзинг, это собственные сети, то ты медленнее развиваешься. То есть, у тебя как бы начинается развитие, база, она как бы влияет на развитие. Вот. И поэтому сложно догнать. И наша задача еще в том, чтобы сейчас провели компанию, потом опять провести. То есть, вот Coca-Cola заняла рынок, допустим, ее Pepsi не может подвинуть, потому что она имеет больше продаж, и она имеет возможность больше инвестировать в рекламу. А больше в рекламу она долю рынка удерживает. Кто первый как бы занял, уже сложно как бы там с ним бороться. Можно, но сложно. Значит, вот это специальные ТВ-борды. Это полностью имитация того, что ТВ-бордов в пиццерии. Для чего это нужно? Например, вот здесь вот ребята придумали новый ТВ-борд, там новый макет. Они, соответственно, подходят сюда и могут на любом расстоянии посмотреть, как читаются надписи. То есть, как будет видеть клиент вот эту надпись, да? То есть, поэтому это очень важно. Мы дошли ближе там, дошли дальше, видно, не видно. Вот это, такие конструкции висят около входа в пиццерию. И, соответственно, разработали новый баннер. ТВ-борд тоже сюда повесили, посмотрели. Почему у вас плакаты KFC висят? Ну, мы поклоняемся этой компании, рекламируем их здесь. Они нам заплатили. Мы делаем так, что вот столы довольно-таки чистые. Они не всегда были такими чистыми. Дело в том, что сотрудники каждый вечер, когда уходят, они убирают все у нас за собой. И каждый день они могут занять любое место. Они группируются обычно по командам, по проектам, которые есть. Мы еще в будущем прикрутим сюда колесик. Наконец-то. Столы будут двигаться еще. Это реально повышает продуктивность. А еще это заставляет людей выходить из зоны комфорта и общаться с теми, с кем они обычно не общались. Заходим сюда. Здесь интересная комната. Это такая рабочая комната для маркетинга. И здесь мы занимаемся всякими важными и очень важными вещами. Вот, например, эта доска, это не просто имена и какие-то проекты. Здесь наша команда дизайнеров каждый день в 8.45 утра. Никто не верит, но реально в 8.45 утра каждый день. У них происходят утренние стендапы. Что это такое? У них есть задачи, которые распилены на циклы. Циклы обычно две недели. И дальше они берут с этого цикла задачку и распределяют, кто конкретно эту задачку будет делать за один день. Ну, не всю задачку, а какой-то кусочек. Здесь написаны имена наших ребят и что конкретно делать за один день. Дальше на этот день они приходят, смотрят, что сделано, что не сделано. Если не сделано, почему. Такой маленький ретро. И потом опять планировали на целый день. Мне нравится задача у Кости наггетса. То есть ему просто нужно съесть наггетсы. С сырной наггетсой это наша новая закуска. И вот сейчас мы сделали макет для него. Нам понравился он. Оле-оле, white box. Как вы думаете, что такое оле-оле? Ну, с футболом явно связано. Правильно. Это наша новая сезонная пицца, которая выйдет у нас как раз в чемпионат мира по футболу. Да. White box, значит, он должен сделать пересайз конкретно для этого носителя. И так далее. Эта техника не новая. Мы ее взяли у айтишников. И вот ребята бизнес-девелоперы, они тоже так делают. Андрей, с утра всех в 9 утра приводит и построение и отчет. Вот это тоже мы взяли, только система у айтишников. Это называется визуализация. Что это такое? Когда происходит сложный проект, когда есть много элементов. В данном случае это проект по изменению дизайна упаковки. То мы клеим из каких составляющих состоит этот проект. И здесь, если бы вы сняли это всего лишь полгода назад, здесь все было бы по-другому. Потому что у нас была старая упаковка с точки зрения материала и форм-фактора и дизайна. Но как только у нас что-то обновляется, мы обновляем. И здесь мы видим, что у нас еще. Например, вот эта вещь у нас еще не сильно обновилась. Вот салфетка, она еще старая. Значит, что салфетку нужно заменить. И мы раз в неделю тоже синхронизируемся с вами и говорим, когда у нас будет салфетка, в чем проблема и так далее. Вот Наташа, которая нам впервые показывала эту комнату, сказала, что мы как бомжи собираем упаковки наших конкурентов. Да, это только в России, но это всегда есть страна. Да, по всему миру. Коти пицца какая-то. Потому что это, кстати, финские ребята. Вот это какая-то новая, наверное, да. Это новый дизайн. Это через 10 лет концептуальная упаковка, очень секретная. Поэтому, пожалуйста. Я думаю, это же упаковка и будет. Да, именно. Да, именно. Но, как мы знаем, мода циклично. Поэтому через 10 лет мы все вернемся в ретро-дизайн. Это мы экспериментировали с тем, чтобы добавлять пицца-соус в коробку для закусок. Это как раз тоже пример прототипы. Я хочу найти какой-нибудь О. Это наши любимчики, да? Ваши, точнее. Ну, они хорошие, да. Черный дизайн, строгий, лаконичный. Так все хвалили. Федор нам тоже в Киев приезжал, тоже так хвалил доминос. Они правда хорошие. Так любят. Они очень крутые. Доминос, да? Мы, да, любим их. Они нас. Мы любим друг друга. Вам, по-моему, в случае с доминос нужно собирать не только упаковку, но и волосы топ-менеджера и относить это к африканским шаманам. Ну, у нас они есть. Мы сейчас делаем анализ на код ДНК. Для того, чтобы клонировать часть из их менеджеров. Вот, почему бы и нет. 21 век, ребята. Почему бы и нет? Мы не должны были об этом говорить, конечно же, да. Я знаю, что ты коллекционируешь, но офис коллекционирует книжки по Алисе. Я тебя из Украины привез. Вот это, вот это спасибо большое. Я тебе привез книжку. Это просто фантастика. На украинском на речь. Нет, она, к сожалению, на русском. Она на русском языке. Я знаю, но нашли только на русском языке, но она зато с иллюстрациями Гопчинской Евгении, которая украинская художница. Слушай. И эта книжка еще инновационная, ее можно смотреть с этим, с AR. Вообще. Дополненная реальность. Спасибо большое. Это просто как бы бомба. Это в коллекции. Но я надеюсь, ты для наших читателей подпишешь еще одну. С удовольствием. А я напишу цитату из Алисы, ладно? Конечно, это вообще огонь будет. Окей. Ты когда первый раз почитал Алису? В детстве читал, такая сюрреалистическая книжка мне показалась. Да, очень. Очень много в Алисе бизнес-цитат, такие, чтобы бежать. Короче говоря, есть. Чтобы не стоять на месте. Вместе надо бежать. Чтобы бежать, надо бежать в 2 раза быстрее. Да, да, что это такое. Но это про бизнес же. А ты что написал? А я написал такую фразу, у нас в офисе нарисовано, в двух офисах. Называется так. По-английски это цитата из Кэрролла. We are all mad here. И мы все здесь не в своем уме. Это означает, что как только ты становишься обычным, нормальным, но ты, соответственно, как бы начинаешь стагнировать. Stay hungry, stay foolish. Вот foolish, это есть. We are all mad here. Это Джоб сказал, да? Stay hungry, stay foolish. Это еще не все, друзья. В конце вас ждет небольшой бонус-трайк, а сейчас конкурс. Что нужно сделать? Подписаться на канал FrenchTV, кнопочка вон там внизу. Поставить лайк этому видео и написать комментарий. Интервью у нас сегодня было посвящено безопасности в бизнесе. Поэтому мы ждем от вас советов о том, как обезопасить свой бизнес в стране чудес. В России, в Украине, ну и так далее. Как избежать наезда на свой бизнес. Может вам знакома ситуация. Желательно какая-то малоизвестная, но очень поучительная. Как компании удалось избежать рейдерского захвата, наезда на свой бизнес. Желательно, чтобы это были, конечно, не гигантские корпорации, а что-то вот обычное, простое, мало и средний бизнес. Это будет наиболее полезно для наших читателей. Вот и все, что нужно сделать. И ровно через неделю мы выберем автора наиболее интересной, поучительной, познавательной истории. И он получит сразу две книги. Это, собственно, та самая «Алиса в стране чудес» с автографом Федора Овчинникова. И книга «Дода» без автографа Федора. Но, тем не менее, все равно очень классная и полезная. Рекомендую. Пишите, дерзайте. Это FrenchTV. Ну, а теперь обещанный бонус-трайк. Жалко, что у вас нет возможности остаться. Это будет очень круто. Смотри, видишь, насколько классный офис. Мы сидим на террасе. Там Москва-река. Воздух свежий с реки идет. Нет пыли здесь. У нас вечеринка называется «Открытие террасы». Мы приглашаем, она домашняя, мы приглашаем наших друзей, предпринимателей, менеджеров. Там много интересных людей придет, плюс наши ребята. Здесь будут жариться бургеры, плов. Там будет крафтовое пиво, которое привез, привезет наш инвестор, который сварил его для нас. Пицца экспериментальная, которую наши ребята, которые разрабатывают рецепты, приготовят. Короче, будет бомба. Вот. Будет даже концерт. Сольник, который сыграет наш системный архитектор, который разрабатывает ДОДС. Продолжение следует...